Комната музей Комната музей была открыта в 1994 году в честь 195 годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич ездил по степям Оренбургской губернии, знакомился с бытом казаков. Оренбургский художник Владимир Тельнов передал свои картины «Пугачевский бунт» и «Пушкин в черноречье». Мы думаем, что именно так был представлен взору поэта казачий быт. Деревянный стол, на нем скатерть ручной работы. Также в музее представлен женский казачий костюм, в котором не одно поколение женщин выходило замуж. Обратите внимание на книгу Николая Волженцева «Чернореченские кокурки». В ней как раз рассказывается об укладе казаков. Какое интересное название! А что такое кокурки? Я рада, что вы спросили, но подробнее об этом вам расскажет бабушка Всезнаюшка. Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте! А расскажите нам, пожалуйста, про чернореченские кокурки. Чернореченские кокурки – это деревенские издобные печенья. Их всегда пекли в дорогу, потому что они очень долго хранились и не черствели. А почему печенье называется кокурками? Наши женщины ездили в город продавать молоко топленое, и там их ребята прозвали кокурками, потому что женщины разговаривали на букву О, ударение делали. И всегда ребята кричали «Чернореченские кокурки пошли». А что нужно для приготовления чернореченских кокурок? До наших дней дошел старинный рецепт. Нам нужно для того, чтобы испечь кокурки, молоко, жир, сахар, соль и муку. Замешиваем тесто. Из теста формируем маленькие шарики, и из шариков делаем коржи. И ставим в печку на 30-40 минут. А вот и наши чернореченские кокурки испеклись. Как вкусно пахнет! Угощайтесь! Чернореченские кокурки можно было увидеть на столе у любой семьи, богатой или не очень. Кто-то делал тесто поздобнее, кто-то наоборот. Но самое главное, что это лакомство любили все, и взрослые, и дети. Кокурки по рецепту наших бабушек молодые хозяйки готовят и по сей день. Но есть еще и современный рецепт. И не важно, каким рецептом будете руководствоваться вы. Самое главное, передавать этот рецепт из поколения в поколение. Рецепт из поколения в колокол. Субтитры сделал DimaTorzok